В сергиево-пасадском филиале в ГИК состоялась творческая встреча с профессором ГИКа, заслуженным художником России Виктором Брагинским, сыном известного драматурга и сценариста Эмилия Брагинского. Повод двойной – 95-летие Эмилия Брагинского и 50-летие его знаменитой картины «Берегись автомобиля». Сказать, что у этого фильма один автор было бы несправедливо. Режиссер Эльдар Рязанов не только был соавтором, но и большим другом Эмилия Брагинского. Обо всем об этом говорилось со сцены филиала в ГИК. Ну и, конечно, о фильме «Берегись автомобиля» – классика советского кино. Одни только фразы, чего стоят. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом – тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка, что делать? Что делать? Что делать? Сухари сушить. Лет через десять вернёшься другим человеком. Положь птичку. Жениться нужно на сироте. Мы, к сожалению, перестали наблюдать жизнь. Понимаете, мы проходим мимо. Мы проходим мимо человеческих судеб. Мы не обращаем внимания на тех, кто рядом с нами. Мы не умеем слышать речь. Мы не умеем слышать диалог. Мы не понимаем проблемы настоящие, которые происходят. Ведь, если обратите внимание, все фильмы Брагинского и Рязанова, несмотря на какую-то, с первого взгляда, ну скажем так, какую-то невероятность каких-то событий, которые там, да, люди меняются билетами и одного отправляют в Ленинград. Но, по сути, это всё очень с заземлённой историей. Понимаете, там есть реальные люди, реальные характеры, реальные выражения. Причём я могу сказать, что отец, у него был блокнот, он всё время ходил и слушал какую-то интересную фразу, какую-то интересную. Там 90% подслушанного. Художник должен уметь любой слышать, видеть и смотреть. Когда снимался фильм «Берегись автомобиля», Виктор Брагинский часто бывал на съёмочной площадке с отцом. Он рассказал о некоторых подробностях съёмок картины. Например, актриса Ольга Аросева специально закончила курсы вождения троллейбуса. В фильме она сама за рулём, а в салоне реальные пассажиры. Актёр Иннокентий Смоктуновский, сыгравший наивного, но целеустремлённого Юрия Деточкина, к тому времени уже успел сыграть Ленина. И руководство, да и сам Смоктуновский долгое время не соглашались на новый образ. По жизни Иннокентий Михайлович человек удивительный. Вы знаете его трудную судьбу. Он так же, как и Жёнов, начинал свой творческий путь в Норильске. Они были тогда, это вы знаете, все эти тяжёлые годы. Вот, и я не буду сейчас вдаваться в историю, это всё известно. Но вот это то, что действительно судьбы людей переплетаются совершенно непонятным образом, и потом им пришлось вот так вот встретиться в таком вот фильме. Так что вот, тут очень много фактов интересных, и действительно этот фильм собрал очень много интересных судеб. Не только творческих людей, но и судеб. И в этом смысле это, конечно, картина очень интересная. 50 лет, как один день прошло, я до сих пор помню эти съёмки, которые были. Тандем Эльдара Рязанова и Емеля Брагинского принёс много фильмов, вошедших в золотую коллекцию отечественного кинематографа. Снятые в советское время, а сегодня они – бальзам на душу многим зрителям. Добрые, наивные, с идеей и необыкновенной любовью к человеку. Нам нужно на аэродром. Зачем, а? Кто-то из нас летит в Ленинград. Да? Да? Кто-то, ребята, все, поехали, поехали. Не поехали, а полетели. На дороге взберёмся. Пристегнулись простынями. Ай, какая гадость, какая гадость, эта ваша заливная рыба. В засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, а не в низинке. Тут найдёшь низинку, и туда и забираешься. Что может услышать творческий человек, если он… Я не против гаджетов, понимаете, но слово-то плохое. Само гаджет, да? Вот я захожу, это всё вот ответ на ваш вопрос. Вот вы зайдите в вагон метро, насчитайте людей, посчитайте, кто не в этом смартфоне или там, не знаю, айпаде, айфоне. Ну, примерно 20 человек, может быть, один без… То есть, понимаете, вы не слышите. Вы не слышите, кто как разговаривает. Вы не слышите ещё… И это очень важно. Это первое. Второе. Нельзя делать искусство серьёзное, большое, да? Особенно то, которое рассчитано на миллионы, в такие сроки. Это не может быть, понимаете? Но нельзя снять фильм за два месяца, серию за три дня. Нельзя, невозможно. Понимаете? Но сериалы, ладно, это потребляется так же, понимаете, как, не знаю, как вот бизнес-ланч. Понимаете, он каждый день вот есть. Вот сегодня рыбный день, завтра же… Ну, ладно, боксин-сериал, но серьёзные фильмы так нельзя делать. Это невозможно. К этому надо подойти. Надо понять тему. Надо услышать жизнь, понимаете? Не торопиться. И иметь талант. И это всё, понимаете, вот я думаю так, что ещё есть одно качество, мне кажется, самое главное. Вот несмотря на то, что эти фильмы комедии, они все сделаны с очень трогательным чувством, ну, я бы сказал, такой светлой боли о человеке. Понимаете? Несмотря на то, что это комедия. Посмотрите даже вот, ну, я считаю вот близким к этому, как бы, так сказать, вот, к этой тональности лирической комедии. Мне кажется, что вот Данелия в этом плане тоже немножко по-другому работала. Но тоже, посмотрите, там тоже всё время есть вот это вот тёплое, очень болезненное, в хорошем смысле слова, отношение к человеку. Если этого нету, если этого нету, то это совсем другое. Тогда появляются заменители вкуса, понимаете? Вот эти все экстракты, вот эти вещи, которые должны всё время как вот вкалывать наркотик какой-то, понимаете? Вас всё время пичкают, вас всё время... И идёт привыкание вот к этой плохой еде, понимаете? И вы на этом всём, понимаете, начинаете уже, так сказать, в другую сторону уходить, и, естественно, качество пропадает. Во всём ищите качество, просеивайте его как золото в фильмах, в книгах, в искусстве в целом. Умейте найти главное и важное. Таким напутствием завершил встречу со студентами в ГИКа Виктор Брагинский. А после разговора поделился с нашей съёмочной группой своим пониманием свободного и несвободного искусства. Искусство не свободно от мнения тех людей, которые будут смотреть. Я прежде всего вот это имел в виду. Понимаете, вы ведь не свободны, когда вы находитесь в беседе с каким-то другим человеком. Вы начинаете думать о том, с кем вы говорите в данный момент. Искусство — это тот же самый диалог, это разговор. Значит, нужно нести ответственность за эту беседу. Поэтому искусство в этом смысле не свободно. Оно свободно в формах, оно свободно в своих поисках. Но оно не свободно от ответственности быть очень, я бы сказал, высококультурным человеком прежде всего. И очень политкорректным. И кроме того, понимать, что ты не один, что ты не эгоист в этом искусстве, что у тебя есть огромное количество зрителей, которые будут смотреть твою выставку или придут на просмотры фильма. Вот в этом смысле, конечно, искусство не свободно. Но это приятная зависимость. Мы для этой зависимости и работаем. Тогда когда свободен человек? В какой момент? В какой ситуации? Он вообще может быть свободен? Человек может быть свободен тогда, когда он занимается любимым делом. Когда он делает то, что греет его сердце. Вот если мама общается со своим дитям, она свободна. Потому что она разговаривает в этот момент с Богом. Она разговаривает со своим любимым чадом. Понимаете, это возникает особый момент раскрепощения человеческого чувства. Там, где есть место искренности, чувств, там есть место свободе. Ирина Белякова, Евгений Шевченко. Тема.